Глава 7. Создал ли Бог зло? Страдания. В предыдущей главе мы узнали о существовании добра и зла. Согласно священным писаниям, Бог определяет, что хорошо, а что плохо. Следовательно, это не иллюзия и не социальная конструкция. Зло — это реальность, раскрывающая падшие состояния мира и каждого человеческого сердца. Мы также немного поговорили о том, почему всемогущий и всеблагой Бог, кажется, ничего не сделал, со злом, которое изобилует в мире. В этой главе мы рассмотрим эту тему более подробно. Как только установлено, что зло реально и универсально, возникают вопросы относительно характера Бога и его способа обращаться со злом и причиняемой им болью. Почему мы страдаем? Прежде чем приступить к ответу на этот вопрос, необходимо упомянуть, что страдания — это не та тема, к которой следует относиться легкомысленно. Как учит апологет Равиза Хариас, за каждым вопросом стоит человек. Я не буду пытаться прояснить теологию, игнорируя боль, которую зло причиняет человечеству. Мы должны быть чуткими, а не упрощенными, когда отвечаем на вопрос о страдании. Итак, давайте проанализируем некоторые причины человеческих страданий. Пункт 1. Мы страдаем, потому что живем в падшем мире. Важно помнить, что грехопадение человека затронуло не только весь человеческий род, но и все творение. До грехопадения в мире не было ни болезней, ни боли. Все выглядело совсем иначе. Сегодня мы живем в месте, где люди стареют, болеют и причиняют друг другу боль. Нелогично ожидать, что в этом падшем мире все будет так, как было до того, как грех вошел в мир. Нереально так думать. Номер 2. Иногда мы страдаем за грехи наших близких. В общем, все страдания есть следствие падшего состояния мира. Но это не означает, что мы также несем ответственность за каждое перенесенное страдание или боль. Бывают случаи, когда человек страдает из-за греха, совершенного его родителями. Например, мать-наркоманка, которая в конечном итоге заражается вирусом СПИДа и передает его своему ребенку. Малыш не виноват в пристрастии матери к наркотикам, потому что страдает от последствий ее греха. Номер 3. В других случаях мы страдаем за грехи разных людей. Иосифа продали его братья, Саул преследовал Давида, Авель был убит Каином. Некоторые страдания, которые мы испытываем в этом разрушенном грехом мире, вызваны людьми, которые грешат против нас. И в то же время мы должны признать, что сами были причиной страданий других. Номер 4. Мы часто страдаем за наши собственные грехи. Эсфасил Мирор Хасия Афуэра Игрек Акусар Аатрос Пор Нуистра Сафримента. Однако мы также должны заглянуть внутрь себя и часто осознавать это. Вина ложится на нас. Если я напьюсь сегодня вечером, выйду в машину и перееду кого-то, оставив его парализованным, я не смогу закончить тем, что задаю вопросы и нападаю на Бога за то, что произошло. Важно, чтобы мы осознали свой грех и признали, что не все наши личные страдания связаны с другими, а с нашим собственным бунтом и отделением от Бога. На иллюстрации выше я тот, кто нарушил закон. Я не хочу упустить эту возможность, чтобы призвать вас избегать так называемой теологии возмездия. Сторонники этого утверждения утверждают, что невзгоды всегда происходят из-за совершенного греха. Мы не отрицаем, что грех имеет последствия, но не все невзгоды являются результатом моего греха. Иов является примером этого, его друзья пытались объяснить, что его ситуация была вызвана его грехом, хотя это не так. Перед всей его болью Бог объявил Иова человеком, непорочным, честным, боящимся Бога и удаляющимся от зла, Иов 1, стих 1. Попытка оправдать все невзгоды результатом какого-то совершенного греха является ошибкой, которая также может породить много страданий и душевного беспокойства. Пункт 5. Мы страдаем во славу Божию. Многим верующим трудно принять эту реальность, особенно теперь, когда стало популярным ложное христианство, которое предлагает только благополучие и материальное процветание. Мы должны помнить слова Иисуса о человеке, слепом от рождения, не согрешил ни он, ни родители его, но он слеп, чтобы на нем явились дела Божии, Иоанна 9, стих 3. Евреи первого века считали, что если кто-то рождается с физическим дефектом или болезнью, это происходит в результате какого-то греха, совершенного родителями или плодом в утробе матери. Конечно, этому человеку было нелегко так долго жить слепым, но если задуматься, то слепота была лучшим, что могло с ним случиться. Именно благодаря исцелению она встретилась с Иисусом, тогда он уверовал и был спасен. Всего несколько десятилетий физической слепоты, чтобы исцелиться от своей духовной слепоты и провести всю вечность во славе. Когда мы видим, что кто-то болен или переживает какие-то трудности, наш первый инстинкт обычно состоит в том, чтобы найти виноватого. Что вы сделали, чтобы ваш ребенок родился с таким уродством или состоянием? Почему у этой женщины финансовые проблемы? Иногда ответ заключается в том, что они ничего не сделали, и что есть вероятность, что Бог хочет прославить себя этим недостатком. Если вам трудно утверждать эту истину, подумайте о кресте. Страдание во славу Божью – лучшее, что могло с нами случиться. Мучения на кресте не имели никакого отношения ни к греху Иисуса, ни к тому, что сделала Мария. Это было связано с нашим грехом и со славой Отца. Только в этой агонии мы находим спасение для своей души. Не забудем, чему учил апостол Павел, ибо вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и пострадать за Него. Филиппийцам 1 стих 29 Это привилегия страдать за дело Христа и за Его избранных во славу нашего Бога. Пункт 6. Мы страдаем за наше освящение. Бог не спас нас, чтобы оставить нас такими, какие мы были или какие мы есть. Он хочет сформировать нас по образу своего Сына Иисуса Христа. Один из способов сделать это – через невзгоды. Апостол Павел очень хорошо знал страдания за дело Христова и смог научить нас следующему. И не только этому, но и радуемся в скорбях, зная, что от скорби происходит терпение, и терпение – проверенный характер, и испытанный характер, надежду, римлянам 5 стихи 3 и 4. Согласно этому отрывку, характер – это плод страдания. Давайте помнить, что Бог использует зло этого мира для нашего блага. Господь не оставляет нас среди скорби, но находится ближе самого нашего дыхания, формируя наши сердца во славу свою и во благо нам. Псалмопевец знал о пользе боли и страданий, и по этой причине он писал – полезно мне страдать, чтобы научиться уставам твоим, в Салон 119, стих 71. Боль часто заставляет нас быть послушными. И это истина, которую Бог провозгласил очень рано, когда вел людей в пустыню. В конце сорокалетнего пути, непосредственно перед входом в землю обетованную, вот некоторые из его слов через Моисея. И вспомни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, через пустыню в течение этих сорока лет, чтобы смирить тебя, испытать тебя, чтобы узнать, что у тебя на сердце, будешь ли соблюдать заповеди его или нет. Он смирил тебя, и томил тебя голодом, и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали родители твои, чтобы ты понял, что человек не только хлебом живет, но и всем, что исходит из уст Господа. Второзаконие 8 стихи 2 и 3. Но не мог ли Бог положить конец злу сейчас? Присутствие боли и страданий в мире является одним из оправданий, наиболее часто используемых многими для отрицания существования Бога, они утверждают, что не могут представить себе доброго и всемогущего Бога, способного допустить существование такого количества боли. Ответ на эту дилемму менее сложен, чем на многие другие, потому что сам Бог взял на себя инициативу разрешить это очевидное противоречие. Истина в том, что Бог ответил на многие вопросы человека, но Он не отвечал за тщательное изучение того, что открывается. Что касается существования страдания, то Бог мог бы полностью устранить его в этот самый момент, но это повлекло бы за собой внезапное устранение всего существования греха, что произвело бы немедленный суд над всем человечеством и установление его царства. Это действие положит конец всей жизни на планете, за исключением тех, кто был искуплен. И мы все равно были бы уничтожены, если бы не милосердие Божие, сдерживающие свой гнев. Вот как объясняет это апостол Петр, Господь не медлит с исполнением обетования, как некоторые разумеют медлительность, но долго терпит вас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, вторые послания Петра 3, стих 9. Терпение, о котором говорит Петр, есть не что иное, как его милосердие. Как мы видим, оно ясно выражено в следующих отрывках Писания. Милосердие Господа никогда не кончаются, ибо благость его никогда не оскудевает, плач 3, стих 22. Слово Божие говорит, что глаза его настолько чисты, что он не может видеть греха, а в вакуум 1, стих 1, но даже при этом он продолжает ждать покаяния многих, которые в будущем признают его Господом и Спасителем, и будут получить жизнь вечную. Как это возможно, по его милости, это единственная причина, по которой мы с тобой каждое утро на ногах. Мы хотим, чтобы Бог устранил зло, когда думаем, что зло есть нечто внешнее и чуждое нам, но когда мы сознаем, что все мы носим в себе зло, мы жаждем милости, соседали беззаконие, кто, Господи, мог остаться. Но в тебе прощение, дабы боялись тебя, п.с. 130, стихи 3 и 4. Бог не забыл зла, Он не закрывает глаза на боль, вызванную нашим грехом и грехом других. Наоборот, как мы уже упоминали, Он желает, чтобы каждый человек покаятился, и отсрочил свой суд, даже если это означает, что грешники насмехаются над Его благостью или сомневаются в Нем и Его обетованиях, 2 Петра 3, 1, 1, 4. Если бы Бог прямо сейчас применил свою справедливость к человечеству, где бы вы были, где будет твоя семья и друзья, Его желание — спасти, поэтому Он медлит с судом, но Он не будет игнорировать это вечно, потому что Бог тоже хочет быть справедливым. Это означает допущение греха и страданий на какое-то время, в то время как христиане продолжают делиться Евангелием с каждым творением. Более того, хотя Он допускает существование зла, выражающегося в страдании, Он выполняет множество целей, которые мы не можем различить, хотя сегодня некоторые из них ясно видны. Лучшим примером из всех являются страдания Его собственного Сына при Его жизни и, наконец, Его предсмертная боль на кресте. Через этот «Ад на земле» Христос спас нас от ада вечности. Если Бог — Творец всего, является ли Он виновником зла? Мы кратко обсудили это в предыдущей главе, но стоит подчеркнуть, что Бог не несет ответственности за зло, существующее в мире. Он не создал его. Первым, кто ответил на этот вопрос, был Августин Гиппопотамский, африканский богослов V века. Он сказал, что зло — это не сотворенная субстанция, а состояние. Бог не создавал зла, Он создал творение, в котором могло существовать зло, возможность, но это не создало потребности во зле. В Своем Всевидении Бог понял, что допущение зла может и будет использоваться им самим для достижения лучшей цели. Когда все будет сказано и сделано, мы увидим, что конечный результат будет намного лучше, чем первоначальный продукт. Первый Адам мог грешить или не грешить в соответствии со своей свободной волей, которую он потерял, когда согрешил. Но теперь, через второго Адама, Христа, Бог приводит человека в новое состояние, когда он не сможет или даже не захочет грешить из-за преображения всей своей природы. Опять же, зло — это не то, для чего нужно создаваться, а состояние или расположение Духа. Мы не часто спрашиваем, кто создал радость, потому что радость — это не вещь, а возможное состояние или опыт, являющийся результатом отношений между моим Духом и моей плотью. Зло возникло спонтанно, сначала в сердце ангельского существа, Люцифера, а затем внутри человека. Они оба согрешили одинаково, желая быть похожими на Бога. Люцифер — Сатана, я уподоблюсь Всевышнему, Исаия 14, стих 14. Сатана говорит Еве, они точно не умрут. Ибо знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Бытие 3, стихи 4 и 5, курсив добавлен. Итак, дерево было приятно в глазах Евы, а затем Адама. Создается впечатление, что тварь не терпит быть тем, что она есть, и хотела быть похожей на Творца, как в случае с сатаной, так и в случае с человеком. Адам и Ева были созданы по образу Божию и наделены свободной волей. Эта свобода позволяла им свободно повиноваться Господу, но она также делала их способными выбирать непослушание, что они и делали. Они злоупотребили свободой, данной им Богом. Нечто подобное произошло с Люцифером, как мы уже говорили. Он сказал, я уподоблюсь Всевышнему. Он имел возможность решать и выбрал восстание. Так появилось зло. Мы видим это в таких отрывках, как Езекииль 28, стихи с 12 по 19 и Исаия 14, стихи с 12 по 20. Высшее благо. В этих двух главах мы говорили о том, как Бог в своей суверенности использует зло для достижения своих целей. Следующий отрывок является одним из самых ясных в отношении того, что мы обсуждали, и мы знаем, что для любящих Бога все содействует ко благу, то есть для тех, кто призван по его изволению, римлянам 8 стих 25. Итак, вы наверняка задаетесь вопросом, как страдание может способствовать общему благу. Позвольте мне познакомить вас с некоторыми способами, которыми это возможно. Бог использует страдания, чтобы избежать больших последствий. Проказа предлагает нам хорошую иллюстрацию для понимания этого момента. Это заболевание иногда приводит к повреждению нервных окончаний мягких тканей. В этих случаях пациент теряет всякую чувствительность, даже когда что-то причиняет ему боль. Нервная чувствительность к боли может привести к тому, что пациент в конечном итоге потеряет часто травмируемую конечность, не испытывая боли, или из-за порезов, которые человек не чувствует и которые впоследствии приводят к опасным инфекциям и, с некоторой регулярностью, даже компутациям. Нервная чувствительность необходима для заботы о нашем теле. Таким образом, так же, как ощущение жара огня позволяет нам убрать руку с пламени на кухне, Бог позволяет нам испытывать боль, чтобы защитить нас от более серьезных последствий наших действий. Бог использует страдания, чтобы привлечь нас к себе. К. С. Льюис писал, Бог шепчет нам в наших удовольствиях, говорит с нами в нашей совести, но кричит нам в наших страданиях, это ваш мегафон, чтобы разбудить глухой мир. Счастливый злой человек, это человек без малейшего подозрения, что его действия не соответствуют, что они не согласуются с законами мироздания. Лично я не помню, что бы ощущал Бога так близко, как когда переживал моменты глубокой печали и боли. В трудных обстоятельствах я могу прочувствовать это реальнее, ближе. Пророк Амос показывает нам, как Бог использует страдания, чтобы призвать и привлечь нас, и как мы предпочитаем игнорировать их. Но я также очистил их во всех городах их, и при отсутствии хлеба во всех его местах. Но ты не вернулся ко мне, говорит Господь. А еще я удерживал от них дождь, когда до жатвы оставалось еще три месяца. Я вызвал дождь на город, и в другом городе я не делал дождя. В одной части шел дождь, а в той части, где дождя не было, высохло. Так из двух-трех городов они брели в другой город, чтобы попить воды, и не были удовлетворены. Но ты не вернулся ко мне, говорит Господь. Я поразил их знойным ветром и язвами. И съела гусеницы его многочисленные сады и виноградники, смоковницы и маслины. Но вы не вернулись ко мне, говорит Господь. Я послал на вас язву, подобную язве египетской. Я убил их юношей мечом вместе с их захваченными лошадьми и заставил зловоние их лагеря подняться им в ноздри. Но ты не вернулся ко мне, говорит Господь. Я уничтожил их, как Бог уничтожил Содом и Гомору. И они были как головня, выхваченная из огня. Но ты не возвратился ко мне, говорит Господь. Амос 4 стихи 6.11 В то время как некоторые пытаются использовать зло и страдания как доказательство того, что Бога не существует, Писание учит нас, что Он использует их, чтобы с состраданием открыть нам себя. Бог использует страдания, чтобы сформировать наш характер. Когда христианин смотрит на себя в свете священного Писания, он может оценить, насколько ему нужно измениться, чтобы поступать так, как ожидает Бог. Хорошая новость заключается в том, что Господь совершает в нас свою работу и обещает завершить ее, Псалом 138, стих 6, филиппийцам 1, стих 6. Что нам не нравится слышать, так это то, что много раз вы будете достигать этой цели роста через страдания. Вот чему учит нас автор послания к евреям, ныне кажется, что никакое наказание не является причиной радости, но печали. Научено может через него он потом приносит мирный плод праведности, евреям 1, стих 1. Подобно тому, как любящий отец наказывает своего ребенка, потому что он нуждается в исправлении, Бог наказывает нас через страдания, чтобы превратить нас в человека, которым мы были созданы. Доверие Господу посреди страданий. Страдания – неотъемлемая часть жизни в мире, падшем вследствие греха. В то время, как Иов страдал, он сокрушался, ибо человек рожден для скорби, как искры летят вверх, Иов 5, стих 7. Павел учит нас, что боль – это привилегия для христиан, ибо вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и пострадать за Него, филиппийцам 1, стих 29. Точно так же, как вера во Христа, это дар от Бога для нас, подарок, страдания ради Него, тоже. Этот трезвый взгляд на горе помогает нам справляться с трудными жизненными обстоятельствами, поскольку большая часть нашего разочарования проистекает из наших ошибочных ожиданий того, что значит жить в падшем мире. Христос ясно сказал нам, в мире имейте скорбь, Иоанн 16, стих 33, сказанное выше «не хочу намекать на то, что переносить страдания легко». Тот факт, что мы пытаемся понять некоторые из Божьих целей через страдания, не отрицает реальности боли. Сам Бог болит вместе с нами, Исайя 6, стих 9. Например, отец присутствует с сердцем в руке, когда он участвует в страданиях своего сына, когда тот проходит болезненную медицинскую процедуру. То, что он не останавливает руку врача, не значит, что он не любит своего сына, а, напротив, Бог смотрит на нашу скорбь и скорбит вместе с нами. Но он знает, что то, что мы переживаем, служит нам во благо, и поэтому допускает это. Псалмопевец понял эту великую истину и написал «благом не страдать, дабы научиться уставам твоим», Псалом 119, стих 71. Древний анонимный текст говорит то, что мы не должны забывать, Бог в Своей любви всегда желает нам самого лучшего. В Своей мудрости Он всегда знает, что лучше. У Него есть сила, чтобы это произошло. Многие из нас могут утверждать это интеллектуально, но многие ли из нас действительно верят в это? Только имея истинную веру в нашего Всеблагого, Всезнающего и Всемогущего Бога, мы можем сказать, подобно Иову, даже потеряв всех своих детей, Господь дал, и Господь взял, благословил во имя Господне, Иов 1, стих 21. Закрывающая круглая скобка точка. Даже выслушав безнадежные притязания своей страдающей и озлобленной жены, Иов ограничился тем, что спросил с великим невозмутимостью, примем ли мы добро от Бога и не примем ли зла. Иов 2, стих 10. Сомневаться в нашем Боге, даже посреди глубочайших страданий, нелегко. Когда мы сомневаемся в Боге, мы сомневаемся в Его мудрости, силе, верности, суверенитете и благости. Неверие народа Израиля, записанное в Ветхом Завете, осталось свидетельством, которое мы не должны забывать. Они говорили против Бога и говорили, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне. Затем Он ударил по скале, и из нее хлынула вода. И потоки переполнились, может ли Он также дать хлеб? Дадут ли Его люди чистое мясо? Поэтому, услышав это, Господь вознегодовал. Возгорелся огонь против Иакова, и увеличился гнев против Израиля за то, что они не уверовали в Бога и не уверовали в Его спасение. Псалом 78, стихи с 19 по 22. Его проблема заключалась не в недостатке хлеба или воды. Проблема была даже не в жалобах людей. Его настоящая проблема заключалась в том, что он не верил или не доверял Господу Богу Всемогущему. Божье провидение – это то, о чем мы должны постоянно думать, люди склонны забывать, кто такой Господь, что Он сделал для нас и что Он готов продолжать делать для нашего блага. Промысел Божий – это Его непрерывная, активная оркестровка всех событий, происходящих во Вселенной, устроенная им таким образом, чтобы они достигали Его целей и провозглашали Его славу. Как писал Джерри Бриджес, «Паутина в углу» и Наполеон Бонапарт, марширующий со своей армией по Европе, находятся под контролем Бога. Поэтому важно, чтобы мы постоянно размышляли над этой ключевой истиной, которая поможет нам справиться со страданием. Мы не рассчитываем на Бога слепо, а потому, что Он показал нам свою верность в Своем Слове, в Своем творении и в свидетельстве о Своей работе в Церкви. Мы знаем, что Его любовь безгранична, Его сила безгранична, Его цели неизменны, а Его мудрость безгранична. Итак, я хотел бы спросить вас, как мы могли не доверять Ему. Он считает, что Господь есть Тот, Кто образует свет и творит тьму, приносит благо и творит бедствие, и возвещает, конец от начала, от древних времен, грядущий, из 45, стакан 7, стакан и глава 46, стих 10. Даже люди со всеми их дилеммами, неудачами и восстаниями не ускользают от их суверенной руки. Как потоки воды, сердце царя в руке Господа, Он направляет его, куда хочет, притча 21, стих 1. Одним из величайших искушений, с которыми мы можем столкнуться, является вопрос о Боге посреди страданий. Даже Иов, которого Бог назвал «непорочным и честным» Иов 1.9, в начале своего опыта пришел, чтобы спросить Господа, когда его мучения были велики. Иов задал Богу около 60 с лишним вопросов, и по крайней мере 16 из них имели следующий смысл, почему-то или почему-то. Господа не смущали их вопросы. Он не дал однозначного ответа на вопрос, что Он делал со своей жизнью. Потому что, потому что нашему Богу не нужно давать пояснений, потому что Он — Государь, но Он дает нам драгоценные и чудные обетования. Второе письмо Петра, 1, стих 4. Он устроил это таким образом, потому что жизнь, обращенная к Божьим обетованиям, показывает наше доверие к Нему. Когда я жалуюсь, Божий ответ никогда не будет заключаться в том, чтобы мгновенно убрать то, что меня огорчает. Его ответ будет «преобразовывать меня». Когда он преображает меня, происходит одно из двух, проблема больше не беспокоит и не беспокоит меня, или Бог заставляет ее уйти. Еще одно наблюдение, Бог часто не дает нам ответов на наши вопросы, потому что знает, что во многих случаях мы не сможем их понять. То же самое верно, когда пятилетний ребенок спрашивает, как ребенок попадает в утробу матери. Наш ответ на вопрос этого ребенка всегда будет ограничен по очевидным причинам. Он ничего не понял бы в сперматозоиде и яйцеклетке. Он также не понял бы, как эта сперма достигает фаллопиевых труб, чтобы оплодотворить яйцеклетку. Представьте себе, что Бог объясняет нам сложности земного и вселенского мира в материальном мире, а затем в духовном мире. Я думаю, что в итоге мы запутались бы еще больше, чем когда задавали бы вопросы. Учитывая это, остается только гадать, кто может проникнуть в его разум. А. Бездна богатства и премудрости, и видения Божия. Как неисследимы его суды и как неисповедимы его пути. Ибо кто познал ум Господень? Или кто стал его советником? Или кто дал ему первым, чтобы он был вознагражден? Из-за него. Им и для него все вещи. Ему слава вовеки. Аминь. Римлянам 11 стихи с 33 по 36. Я помню человека в моем собрании, у которого был очень трудный начальник, и он жаловался на него при каждом удобном случае. Во время наших бесед я пытался показать ему, как Бог может использовать его босса, чтобы сформировать его и сделать его все более и более похожим на Иисуса Христа. Через некоторое время он, наконец, принял эту реальность и начал молиться за своего босса. Некоторое время спустя я спросил его, как идут дела с боссом, и он с энтузиазмом сказал, «Вы можете поверить, что они изменили это на прошлой неделе?» Я ответил, конечно, потому что ты перестал жаловаться. Бог сделал свое дело, и это орудие страданий выполнило свое предназначение. Возможно, что если Господь еще не устранил недуг, то это потому, что Он каким-то образом хочет и дальше использовать его для нашего блага. Важно то, что мы фокусируемся на Боге, а не на источнике боли. Если мне удастся поставить Господа на первое место, тогда я смогу идти спокойнее и безопаснее, зная, что Его планы лучше моих. А стихийные бедствия? Некоторым понятно признать, что мы страдаем за свои грехи или грехи других, но они ужасаются, видя гибель тысяч людей в результате стихийного бедствия, такого как землетрясение, ураган или пандемия, как мы видели в наши дни. Где же Бог, когда силы природы высвобождаются и вызывают бедствия? Бог учит нас в Своем Слове, что Он несет ответственность за все стихийные бедствия и даже за человеческие недостатки, такие как слепота или глухота. Нет причин извинять Бога за то, что может происходить в мире. Он суверенен и делает, что хочет, Псалом 115, стих 3. Пророк Амос очень прямолинеен, когда спрашивает, если бедствие постигнет город, не от Господа ли его сделал? Амос 3, стих 6. Бог полностью контролирует любое стихийное бедствие. Исайя 45, стих 7. Когда Иоанн восстал против Бога, он послал страшную бурю. Когда над лодкой, в которой плыл Иисус с учениками, бушевала буря, достаточно было повеления Господа, чтобы воды успокоились. Например, когда мы молимся перед угрозой урагана, мы делаем это, потому что знаем, что у Бога есть сила остановить ветер. Мы делаем это еще и потому, что считаем, что Бог — наше прибежище и сила. Наша скорая помощь в невзгодах. Поэтому мы не будем бояться, даже если земля претерпит изменения. И хотя горы сползают на дно морей, хотя их воды ревут и шевелятся. Хотя горы трясутся от возрастающего гнева, Псалом 46, стихе 1-3. Однажды произошло землетрясение в Калифорнии, США. Как следствие, несколько государственных пасторов встретились, чтобы выступить с совместным посланием. Они сказали, что Бог не имеет никакого отношения к тому, что произошло. В конце встречи одного из пасторов попросили возглавить группу в молитве. Этот пастор стал благодарить Бога за то, что землетрясение произошло в 5 утра, а не в рабочее время. Тогда я подумал, имеет ли Бог отношение к землетрясению или нет. Если Бог не имел никакого отношения к землетрясению, зачем благодарить Бога за то время, когда оно произошло? Даже пасторы могут быть непоследовательны в оценке опыта страданий в этой жизни. Говорить, что Бог управляет бедствиями, не значит быть фаталистом, тем более это должно порождать пессимистическое отношение, заставляющее нас говорить, нет другого выбора. Наоборот, фатализм – это смирение с обстоятельствами, которые таковы, каковы они есть, предполагая, что делать нечего, потому что нет причины или цели. Промысел Божий, о котором мы только что говорили, говорит о том, что у Господа есть возвышенные планы, хотя мы и не можем их понять. Не исключено, что у нас могут быть разногласия относительно непосредственных причин катастрофы, возникающие природные явления являются следствием температуры ветров, тектонических разломов и других подобных природных причин. Но мы все должны согласиться с конечной причиной, которая есть один и тот же Господь. Я воспользуюсь примером землетрясения, чтобы объяснить, как знаменитый философ Аристотель различал четыре разные причины. Материальная причина – это вещество или материя, ответственная за какое-либо событие. В рассматриваемом случае этой причиной является земля или недра. Причина – это характеристика, которая отличает одну вещь от другой. О землетрясении можно было бы сказать, что формальной причиной был разлом в недрах, который присутствовал в этом регионе, но не в других. Действующая причина – это пусковой фактор события. В данном конкретном случае мы могли бы сказать, что это был вес верхнего тектонического слоя, который не мог поддерживаться ниже лежащими слоями. Конечная причина – это цель, ради которой что-то было сделано. В данном случае этой причиной является Бог и цели, которые Он ставит перед собой каждый раз, когда допускает какое-либо бедствие. Бог создал природу, чтобы она функционировала идеально, но грех человека разрушил стабильность творения. Природа – разлагается, потому что она участвует в падении. Бог не предотвращает эту ошибку, потому что это было бы все равно, что избежать последствий падения и неизбежных последствий греха. Однако посреди всего этого у Бога есть разные мотивы для использования тех дисфункций, которые присутствуют в природе. Иногда, как приговор, Амос 4, стихи с 6 по 11, в других случаях, чтобы осуществить свои планы навсегда, как в случае с Йонасом и Штормом, в других случаях, чтобы прославить его имя, оказывая милосердие посреди боли, а также поставить человека на ноги. И часто, чтобы принести человеку спасение, как крест Христов, а иногда и освятить нас. Как объясняет Петр в своем первом письме и как это делает Павел в нескольких частях своего письма. Все мы должны покоиться в Господе. Мой отдых не в том, что все сложится хорошо, как я понимаю значение «хорошо». Все пойдет очень хорошо, потому что истинное благо – это то, что Бог имеет в своих планах. Что это за добро? Его слава и мое преображение в его образ – римлянам 8 часов 28 минут. Что бы ни случилось, все будет работать на благо. Благословение страданий. Ранее мы цитировали Псалом 119, стих 71, многие из нас могут сказать вместе с псалмопевцем, полезно мне страдать, чтобы научиться уставам твоим. Писание показывает нам, что страдания – это не просто то, что мы должны терпеть, живя в этом падшем мире. Страдание также может принести благословение в нашу жизнь. Послушание – одно из таких благословений. Через горе. Бог учит нас ходить в послушании по его воле. Еще одно благословение – сломленность. Давид поклонился Господу такими словами, близок Господь к сокрушенными сердцем и спасает сокрушенных духом, в Салом 34, стих 18. Через болезненные обстоятельства Бог взращивает в нас смирение и побуждает искать его через слово и молитву. И ты будешь помнить весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, через пустыню в течение этих сорока лет, чтобы смирить тебя, испытать тебя, чтобы узнать, что было в сердце твоем, если бы ты не соблюдал заповеди его. Он смирил тебя, и томил тебя голодом, и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали родители твои, чтобы ты понял, что человек не только хлебом живет, но и всем, что исходит из уст Господа. Второзаконие 8 стихи 2 и 3. Важно отметить, что страдания, это не то же самое, что быть разбитым. Иногда люди сильно страдают, но их сердца остаются нерушимыми, как это было с фараоном во время исхода евреев и с большинством самих евреев. Но мы можем хорошо страдать, когда Господь открывает нам глаза. И посреди всей этой боли, когда мои эмоции подавлены, я осознаю, что во мне нет ничего хорошего, и что у меня нет заслуг, которые благоприятствовали бы мне перед Господом. Даже воздух, которым я дышу, не заслуженный подарок. Это правильное отношение того, кто действительно был сломлен, это также благословение, которого должен жаждать каждый верующий. И поэтому мы должны постоянно молиться, Господи, если нужно, сокруши меня. Обратим внимание на то, как псалмопевец излагает свои мысли перед Господом. Потому что Ты испытал нас, Боже, Ты переплавил нас, как переплавляют серебро. Вы посадили нас в сеть, тяжелая ноша, которую Вы возложили на наше чресло. Вы заставили людей скакать над нашими головами. Мы прошли через огонь и воду, но Ты вывел нас в место изобилия, Псалом 66, стихи 10-12. Отметим порядок идей. Ты испытал нас, вот где наши грехи выявляются. Ты очистил нас, начался процесс освящения. Ты привел нас в место изобилия. Чтобы справиться с изобилием, требуется святость. Именно поэтому он часто заканчивается, потому что без него мы не умеем правильно с ним обращаться. Сокрушенность порождает сердце, которое позволяет учить себя, потому что оно кротко и чувствительно к голосу Бога. Все это делает его все более мудрым. Напротив, когда несокрушенное сердце получает Божье благословение, оно считает, что заслуживает их. Когда несокрушенное сердце переживает славу Божью, оно верит, что это он сотворил ее. Когда несокрушенное сердце испытывает силу Божью, оно выставляет на показ эту силу, использует ее и злоупотребляет ею. Когда несокрушенное сердце переживает Божьи привилегии, оно приходит к выводу, что привилегий – это право. Когда несокрушенное сердце получает подарок, оно начинает верить, что дар – это врожденное умение, которое оно развило. По всем этим причинам нам нужно сокрушаться в руках нашего доброго Бога. Да поможет Он нам и прославиться посреди нашей боли. Глава 8. Куда я иду? Место назначения. Встречая наш отъезд. Как врач и пастор я имел возможность сопровождать многих людей в последние дни и даже в последние часы их жизни. Иногда эти возможности облегчают проповедь Евангелия тем, кто находится в конце своей жизни. В этих случаях я пришел к выводу, что тревога и неуверенность, как правило, являются обычными переживаниями для тех, кто находится на грани смерти. По этой причине я почувствовал необходимость спросить своих пациентов или овец, или обоих, боятся ли они чего-нибудь теперь, когда их дни или часы сократились. Люди часто дают разные ответы, но одним из самых распространенных выражений, даже среди исповедующих христианства, было «боюсь». Столкнувшись с этим ответом, я неизменно задавал следующий вопрос «чего ты боишься?». Как правило, это были самые распространенные ответы. Я боюсь возможности испытать боль, когда придет время. Я боюсь неизвестного, и я не думаю, что готов. Эти утверждения дали мне возможность рассказать об их страхах и попытаться дать им медицинский ответ, за которым последовало объяснение и духовное предложение, то есть Евангелие Иисуса Христа. Я очень живо помню случай, когда я разговаривал с одним из моих пациентов. Он дослужился до самого высокого воинского звания в стране. Я вошел в комнату, нашел его одного и сказал, господин такой-то, могу я задать вам вопрос? Конечно, сказал он, на что он продолжил, вы человек, дошедший до высоких командных должностей, сделал себе имя, развил определенное состояние, у него большая семья, и Бог даровал ему привилегию прожить долгие годы. Я хотел спросить тебя, как ты себя чувствуешь сейчас, в конце своих лет после стольких достижений? Он ответил, я чувствую пустоту. Я спросил его, знаешь, почему ты так себя чувствуешь? Он сказал мне, я не знаю. Поэтому я спросил, хочу ли я знать? Конечно, ответил он, это позволило мне поделиться с ним Евангелием. В то утро мой пациент отдал свою жизнь Господу Иисусу Христу и позже показал, что его исповедание веры было искренним. Реальность такова, что люди предчувствуют, что не все заканчивается смертью. В своем подсознании мужчины и женщины боятся мысли о том, что им придется предстать перед Богом, которого они никогда не узнают. С одной стороны, это происходит потому, что Бог вложил в себя вечность, Екклесиаст 3 стих 11. С другой стороны, Бог вложил свой закон в сердце каждого человека, Римлянам 2. Этот закон говорит о существовании чего-то, что выходит за пределы этого мира. Следующая история иллюстрирует то, что мы только что сказали. В качестве вице-президента Джордж Буш представлял Соединенные Штаты на похоронах бывшего советского лидера Леонида Брежнева. Буш был глубоко тронут молчаливым протестом вдовы Брежнева. Он оставался неподвижным рядом с гробом до тех пор, пока тот не закрылся. Затем, как только солдаты коснулись крышки, жена Брежнева совершила акт великого мужества и надежды, жест, который, несомненно, следует считать одним из самых глубоких актов гражданского неповиновения, когда-либо совершенных, она сошла и перекрестилась на груди мужа. Там, в цитадели атеистической светской власти, жена человека, который всем заправлял, надеялась, что ее муж ошибается. Она надеялась, что есть и другая жизнь, и что эта жизнь лучше представлена Иисусом, умершим на кресте, и что сам Иисус может помиловать ее мужа. После падения Адама и Евы они сразу же испытали духовную смерть и, в конце концов, испытали физическую смерть, как это произошло. Эта первая пара согрешила против Бога, поверив в лжи, замаскированной под правду. Следовательно, Бог изгнал их из своего присутствия, Он изгнал их из сада, бытия 3, стихи 23 и 24. Зная, что мы им живем, движемся и существуем, Бог предупредил их об упомянутой смерти, деяния апостолов, 17 стих 28. Учитывая эту новую реальность, духовную и физическую смерть человеческого рода, у Бога было два варианта, отправить все человечество на вечное проклятие или сделать что-то, чтобы обеспечить путь искупления. Бог в своей бесконечной любви решил сделать последнее и послал нам своего Сына. Иисус, надежда человечества. Иисус приходит с миссией, когда Он воплощается, спасти то, что было потеряно, Луки 19, стих 10. После грехопадения Адам и Ева оказались совсем в другом состоянии, чем были созданы, они умерли по преступлениям и грехам, Ефесянам 2, стих 1, вне рая, бытия 3, стих 24, без доступа к присутствию Бога и с плохим чувством проницательности, чтобы отделить истину от заблуждения, потому что их умы были оставлены во тьме или затемнены. С тех пор человек ищет путь к Богу, но не к Богу-творцу, а к Богу-зачатия. Окультизм был путем для некоторых. Философские системы были путем для других. Морализм убедил многих стать путем, по которому они обретут признание перед Богом. К сожалению, все эти дороги заканчиваются в одном месте, в вечном проклятии. Часто те, кто попадает в мир оккультизма, думают, что есть тайное знание, доступное только некоторым, и что спасение обретается через это знание. Гностики второго и последующих столетий придерживались этого мнения, как и многие другие группы на протяжении всей истории. Те, кто придерживается определенных философий, думают, что человеческая мудрость – это способ освободить нас от трудностей этого мира, или заключают, что после этой жизни больше ничего нет. Моралисты часто думают, что, в конце концов, судья, Бог, взвесит их добрые дела и их злые дела и сделает вывод, что баланс будет в их пользу. Однако это вывод, к которому они пришли без каких-либо оснований и тем более без логики. Учитель мудрости хорошо выражает это – есть путь, который кажется человеку прямым, но в конце концов это путь смерти, притчи 14, стих 12, курсив мой. Итак, нам нужно обратить внимание на следующую инструкцию. Надейся на Господа всем сердцем. И не полагайтесь на собственное понимание. Во всех путях своих пазновай его, и он сделает твои пути прямыми. Не будь мудрецом в собственных глазах, бойся Господа и удалясь от зла, притчи 3, стихи 5-7, курсив добавлен. Вещи неверны, потому что кто-то их утверждает, нужны твердые основания, чтобы верить любому постулату и, прежде всего, если он касается вечной жизни. Другие приняли одну из многих мировых религий, веря, что «добрые дела» необходимы для спасения. В этих без исключения религиях ключевым словом является «делать». Только в христианстве ключевое слово «совершилось» или, как сказал Иисус, «совершилось» Иоанн 19 стих 30. К сожалению, никто не делает добрых дел, пока не познал Христа, потому что все способности человека были запятнаны или затронуты грехом. Его мышление, его эмоции, его воля, его способность общаться с другими и все остальные его способности. Как раскрывает это Павел в своем послании к римлянам, как написано, нет праведного ни одного. Никто не понимает, нет никого, кто ищет Бога. Все заблудились, вместе стали бесполезны, нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3 стихи 10-12 Человек был совершенно не способен желать Бога, искать Бога и подчиняться Богу. Поэтому требовалась замена, которая могла бы делать то, что мы не можем. Адам нарушил закон Божий, и восстановить отношения с законодателем можно было только через соблюдение этого закона, что было и остается невозможным для человека по очень простой причине. Плоть есть смерть, а помышление, обращенное к духу, есть жизнь и мир. Ум, устремленный на плоть, есть враг Божий, потому что закону Божию не покоряется, ибо и того не может. Римлянам 8 стихи 6 и 7 С грехопадением воля человека порабощается греху, второе письмо к Тимофею 2, стихи 25 и 26, и, следовательно, его неспособность избрать Бога. По этой причине Бог послал нам своего Сына, второе лицо Троицы, который воплотился именно для того, чтобы исполнить закон и, исполнив его, иметь возможность умереть вместо нас, понеся наши грехи и поплатившись за себя, второе письмо к Коринфянам 3, стих 21. В ночь перед смертью Иисус ясно открывает, что Он был и есть единственный путь к спасению, я им путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня, Иоанна 14, стих 6. Иисус, как единственный путь, исключает все остальные. У истины никогда нет права на ошибку. В качестве иллюстрации подумайте об этой действительности, ни один банк не принимает поддельные купюры, независимо от того, насколько они похожи на оригинал. Однако, если бы были банки фальшивых банкнот, они были бы готовы принять настоящие банкноты, потому что они имеют ценность по сравнению с подделками. По этой причине в таких религиях, как индуизм, они могут принять Иисуса, как просветленного человека или одно из его многочисленных божеств, потому что в заблуждении всегда найдется место для того, что истинно. Истина не допускает такого, и все, что истинно, по определению исключает все другие возможности в любой области знания. Иисус сказал об этом более ясно. Когда сказал, тогда Иисус снова сказал им, истинно говорю вам, я им ворота овцам. Все, кто был до меня, воры и разбойники, но овцы не слушались их. Я дверь, если кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и найдет пастбище. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ин. 10. 7.10. Окончательная судьба человека зависит от того, что этот человек сделает с Иисусом в этой жизни. Это зависит от того, верит ли он или она, что Иисус. Это правда, в которую нам нужно верить. Путь, который нам нужен, чтобы вернуться в сад, в присутствии Бога. Жизнь, которую нам нужно прожить. В одном предложении Иисус выявляет три центральные темы иудаизма. Номер один. Концепция пути. Намек на знание пути является повторяющейся темой в Ветхом Завете. Моисей умоляет Бога, прошу тебя, научи меня путям твоим, чтобы познать тебя и обрести благодать в глазах твоих. Исход 33, стих 13. Моисей связывает знания Божьих путей со знанием Божьего характера. Прозрачный. Потому что его пути показывают, кто он такой. Пути Божьи свиты, праведны, добры, как он есть. Когда Моисею пришлось снять сандалии, чтобы приблизиться к Богу, в тот самый момент он начал понимать реальность Божьих путей. Это пути святости. Поэтому, после того, как люди поклонились золотому тельцу, Бог пригрозил не продолжать с ними и послать на их место ангела, ИСХ. Путь к Богу был важным понятием в сознании еврейского народа. Как приблизиться к Богу, которого боялись и которого люди не могли видеть, было неизвестно даже еврейскому народу в отсутствии Христа. Еврей прекрасно осознавал необходимость найти путь к Богу. Обратите внимание, что пишет псалмопевец. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалон 119 стих 105. Господи, научи меня Твоему пути. Псалон 27 стих 11. Даже Моисей, который разговаривал с Богом, как друг разговаривает с другим другом, не знал путей Божиих или не понимал их, и отсюда его просьба, которую мы видели ранее. Дорога – это то, что соединяет две точки или ведет из одного места в другое. Именно таким и является Иисус, личностью, соединяющий человека с Богом, человек, ведущий человека из мира тьмы в мир света. Это человек, который переводит человека из состояния раба в состояние свободы, от сироты до усыновления, от смерти к жизни. Вот почему Иисуса называют путем. Люди отвергают идею о том, что Христос есть путь, потому что каждый хотел бы построить свой собственный путь к Богу по-своему. Создание продолжает интересоваться независимостью от Творца. Если бы у нас была сотня различных путей, данных Богом, чтобы достичь Его, я уверен, что мы сочли бы это число ограничивающим и потребовали бы хотя бы еще один, придуманный нами. Номер 2. Концепция истины. Обратите внимание, как псалмопевец переплетает тему пути с истиной, «Научи меня, Боже, пути Твоему, я буду ходить в Твоей истине», Псалом 86 стих 11. Путь назад к Богу – это путь истины. Адама и Еву выгнали из сада за то, что они поверили лжи. Возвращение потребует восстановления правды. Поэтому Христос не только сказал, что это путь, но и сказал, что это истина. Христос пришел не только сказать истину, но и олицетворить ее. Таким образом, братья, когда мы посвятили себя Христу, мы посвятили себя истине во всех ее измерениях. Это должно сделать ложь почти невозможной для нас. Потому что, потому что мы понимаем, что каждый раз, когда мы лжем, мы представляем мир тьмы, а не мир света. Истину нельзя определить по чувствам, но по личности Иисуса. Мы привержены истине даже в мелочах. Христос определил свою миссию здесь, на земле, вокруг правды. Когда его судили перед римскими властями, так ты царь. Пилат сказал ему, ты говоришь, что я царь, ответил Иисус. Для этого я родился и для этого я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушается моего голоса. Иоанна 18 стих 37. Номер 3. Концепция жизни. Помимо того, что он был путем и истиной, Христос утверждал, что он есть жизнь. Помните, что когда Бог сотворил Адама и Еву, в тексте Бытия указано, что посреди сада росло дерево, с которого они не могли есть. Вы помните название дерево, древо жизни и второе, дерево познания добра и зла. Первый Адам потерял свою жизнь из-за непослушания, теперь, во втором Адаме, человек вновь обретает жизнь. Невероятно отметить, что в Эдемском саду Бог запрещает Адаму и Еве есть от дерева познания добра и зла, и они ели. И теперь в Новом Завете Христос предлагает себя как хлеб жизни, как дерево жизни, от которого мы все можем есть, и никто не хочет есть от него. Человек бунтует, когда ему запрещено есть, он ест, а когда ему предлагают есть, он не ест. Похоже, этот человек терпеть не может выполнять приказы. До грехопадения Адам и Ева имели доступ к Богу, но согрешив, они сбились с пути и потеряли путь назад. Вот почему так важно, что Христос пришел предложить себя как путь. Согрешив, Адам потерял присутствие Бога. Адам знал о существовании и необходимости Бога, но потерял карту, чтобы вернуться. Решением был человек, пришедший из славы, который знал дорогу и привел нас туда. И этот человек – Иисус. Отсюда его слова, никто не восходил на небо, кроме сшедшего с неба, то есть Сына Человеческого, сущего на небесах, Иоанна 3 стих 13. Человек был потерян, мертв духовно, бесцельно, без пути назад и развлекался ложью, которая казалась правдой. Но Бог Отец дал решение, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это предложение Бога, но это предложение не кажется таким привлекательным, пока человек не поймет истину, которая появляется в той же главе 3 в Евангелии от Иоанна, непосредственно перед концом, верующих в Сына имеет жизнь вечную. А кто не послушается Сына, тот не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем, Иоанна 3 стих 36. Обратите внимание, что этот последний текст не утверждает, что осужден тот, кто не находит Сына, а скорее то, что человек рождается осужденным, и чтобы выйти из состояния осуждения, ему нужна искупительная работа Иисуса. Точное значение слова «спасение», от чего мы спасаемся. Важно ясно понять этот отрывок, который мы только что процитировали, чтобы исправить представление о спасении, которое обычно присутствует в умах многих, называющих себя христианами. Когда мы говорим о спасении человека, что мы имеем в виду, или что мы спасаемся. Библия учит, что мы спасены от гнева Божьего. Многие думают, что мы спасены от сатаны, что совершенно неверно. Бог спасает нас от себя. Бог спасает меня от Бога, от его гнева, его осуждения, которое уже тяготило меня в момент рождения. Бог проявляет свою благодать, чтобы спасти меня от его гнева и его справедливости, потому что он тот, кто посылает грешника в ад. Понимание этого жизненно важно для правильного понимания спасения, которое предлагает Бог. Многие считают несправедливым, что Бог посылает в ад тех, кто не слышал Евангелие. Поэтому они задаются вопросом, что произойдет с теми, кто живет изолировано и не получил откровения о том, кто такой Иисус и о его работе. Как возможно, что Бог осуждает их? Подобные размышления показывают, что не было понято, что Бог не осуждает нас в будущем за то, что мы не приняли Евангелие, но что мы уже родились осужденными за наши грехи. Признание Христа Спасителем и Искупителем снимает осуждение, которое уже тяготило нас, потому что мы уже были мертвы по преступлениям и грехам, Ефесянам 2 стих 1. Поэтому всякий, кто отвергнет Сына и его дело, останется под Божьим наказанием. Что значит верить? Для Иоанна, вера, не просто подтверждает существование Бога, верующих в Сына имеет жизнь вечную, а кто не послушается Сына, тот не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем, Иоанна 3 стих 36. Для Иоанна верить, значит подчиняться, непослушание есть неверие. Послание Иакова показывает, что можно верить, не повинуясь, но Иоанн использует глагол в 3 стихе 36 иначе. Иаков указывает, вы верите, что Бог один. Вы хорошо делаете, и бесы веруют, и трепещут, Иакова 2 часа 19 минут. Иисус провозглашает, по плодам их узнаете их, Матфея 7 стих 16. Без послушания нет плода, а без плода нет спасения, плоды являются свидетельством истинного спасения. Крайне важно, чтобы мы исследовали наши сердца, чтобы увидеть, действительно ли мы спасены. Когда Христос спасает нас, наш плод открывает это, потому что мы стали новыми творениями. Самые важные вопросы жизни, это не просто философские курьезы, это вопрос жизни и смерти. Слово «знать» используется в Евангелии от Иоанна 141 раз, но не всегда имеет одно и то же значение. На самом деле, согласно тому, что описывает Иоанн, существует четыре разных уровня того, как мы можем знать. Первый уровень знаний – это просто знание факта или данных. Следующий уровень связан с пониманием информации. Например, я могу знать, что скорость притяжения или ускорение земного притяжения составляет 9,8 метра в секунду, и не понимать эту информацию. Но другие не только знают этот факт, но и понимают значение этой информации. Когда я понимаю информацию, у меня есть второй уровень знаний. Вот если самолет вынужден совершить вынужденную посадку, и я погибаю из-за того, что не пристегнул ремень безопасности, то я погиб, зная, как действует гравитация при падении, но не обращая внимания на пилота, когда он приказал мне пристегнуться ремень. Это то, что происходит в духовном мире. Вы можете знать факты и знать, что Иисус пришел, чтобы предложить себя как единственный путь, и все же не достичь спасения. Хэйан Тирсер не вел Декана Семиэнта Кви Имплика Уна Релосион, Имплика Эл Крир, Эналгиен Игрик Сидер Су Спасас. Этот уровень знания действительно приносит спасение, когда я следую за Иисусом. Но есть четвертый уровень знания, который предполагает глубокое знание кого-то в результате близких отношений с этим человеком. Если вы друг пилота, в примере, который я вам привел, после приземления вы можете сесть с ним, чтобы он подробно объяснил посадку. Когда мы переживаем этот четвертый уровень знания относительно Иисуса, мы, наконец, можем испытать покой, превосходящий всякое понимание. Именно на этот уровень знания ссылается Павел Филиппийцам 3 часа 10 минут, когда указывает, что хочет познать Христа и силу Его воскресения. Ученики прошли первые три уровня познания Иисуса, но у них все еще не было покоя. Отсюда слова Христа в горнице, да не смущается сердце их ин. 14.1. Педро, импульсивный, спросил, «Господи, куда ты идешь?» Иоанна 13 стих 36. Иисус ответил, что не может сопровождать его в данный момент, но сделает это позже. Однако Петр не выдержал и ответил, «Я отдам за тебя душу мою» Иоанна 13 стих 37. Педро не знал, что эмоции предают его. Возможно, это ваш случай, что сегодня у вас много огня для Бога, а завтра вы предадите его. Если это ваш случай, ваши эмоции все равно нуждаются в том, чтобы познать Христа в более глубоком смысле, о котором мы говорили. Фома недоверчиво спрашивает, «Откуда нам знать путь, если мы даже не знаем, куда ты идешь?» Иоанн 14 стих 5. Томаш, наверное, подумал, «Если он скажет нам, куда идет, мы ему поверим». Это было неправдой. Даже после своего воскресения Томас отказывался верить. Фома не знал, насколько он недоверчив, но Бог откроет ему это. А некоторые из нас, даже будучи христианами, неверующие, и поэтому мы живем с таким беспокойством и беспокойством. Если вы похожи на Томаса, вы все еще живете на уровне «увидеть, значит поверить». Вам нужно лучше узнать его, пока вы не сможете верить не на вид, а по его слову. Христианская жизнь предназначена для жизни верой, а не видением. Блаженны те, кто верит, не видя. Иоанн 20 стих 29. Филипп, прагматик, говорит, «Покажи нам Отца». И довольна нам. Иоанна 14 стих 8. Другими словами, Иисус, перестань философствовать и говорить притчами, а давайте приступим к делу. «Покажи нам Отца, и сегодня вечером этого будет достаточно, чтобы очистить этот тяжелый воздух, который был создан». Иисус отвечает, что проблема в том, что Он уже открыл Ему, что Он и Отец, одно, и всякий, кто видел Его, видел Отца. При этом Христос не говорил им, что Он и Отец, одно лицо. Нет, это две личности, но то же, что есть у Отца, есть у Иисуса, та же святость, та же правдивость, та же благодать, та же любовь, та же справедливость, та же мудрость и то же прощение грехов. Они не собирались находить в Отце то, чего не нашли в Сыне. Позже Иуда, не Искариот, сказал ему, «Господи, что случилось, что Ты собираешься явиться нам, а не миру?» Иоанна 14 стих 24 Этим вопросом мы понимаем, что ученики начали пробуждаться к тому факту, что Бог сделал выбор и что по причинам, известным только Богу, Он не являл Себя всему миру. Ученики наслаждались особым откровением, и это часть Божьего суверенитета. Иисус отвечал на один вопрос за другим, потому что знал, что они в замешательстве. «Филиппы, поверь мне, что Я в Отце и Отец во мне, а если нет, то верьте по самим делам» Иоанн 14 стих 11 Этим Христос пытался напомнить им о Своих чудесах как о доказательстве того, что Он был тем, за кого Себя выдавал, превращение воды в вино, умножение хлебов, исцелившиеся прокаженные, прозревшие слепые, прозревшие хромые, ходил, демоны, которые теперь были свободны, его хождение по воде, среди прочих. Христос доказал делами то, что проповедовал словами. Подобный ответ Христос послал Иоанну Крестителю, когда тот усомнился, и послал своих учеников задать Иисусу вопросы. Иоанн, призвав двух учеников своих, послал их вопросить Господа, «Ты ли тот, кто должен прийти, или мы ждем другого?» Когда люди подошли к Нему, они сказали, Иоанн Креститель послал нас спросить тебя, «Ты тот, кто должен прийти, или мы ждем другого?» В тот же час он многих исцелил от болезней, недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. Тогда они сказали в ответ, «Пойди, скажи Иоанну, что ты видел и слышал?» Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуются, Луки 7 стих 19 до 23. Иисус утверждал, что Его дела и чудеса подтверждают, что Он был провозглашенным Мессией. Он определяет судьбу и вечность каждого человеческого существа следующим образом. Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо и Отец никого не судит, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно говорю вам, что наступает час, и настал уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышавшие оживут». Сын 5 стих 21-25 Книги, вдохновленные Словом Божьим и написанные известными христианскими авторами. Мы призываем вас присоединиться к нам и насладиться этой новой серии аудиокниг под названием «Обновите свой разум», написанный пастором Мигелем Нуньесом. Автор этого и других известных названий. Мигель Нуньес, родившийся в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 5 июля 1958 года, является доминиканско-американским врачом, теологом, проповедником, миссионером, писателем, библиистом и реформатским баптистским пастором в служении мудрости и честности. «Обновите свой разум», – пастор Мигель Нуньес объясняет, как можно обновить свой разум и достичь библейского взгляда на мир и жизнь. Книга начинается с фундаментальных концепций важности собственного мировоззрения и базового понимания апологетики или того, как защищать свою веру. Мы приглашаем вас следовать за нами на следующей неделе с предпоследними главами этой серии под названием «Обновите свой разум». И если вам понравилось это видео и канал, мы призываем вас поддержать нас в развитии, ставя лайки и подписываясь, чтобы мы могли продолжать работать над тем, чтобы предоставлять вам лучший контент. До следующей недели, да благословит вас Господь Бог!